Добрый день, уважаемый президиум, коллеги-участники. Хотелось ознакомить вас с возможностями метода МРТ в диагностике рака тела матки. По статистическим данным, рак эндометрия или тела матки является одним из самых встречаемых злокачественных новообразований женских половых органов. По статистике на 2015 год в нашей стране более 17 женщин из 100 тысяч страдают данным заболеванием. Различают два патогенетических типа этого злокачественного заболевания, высоко дифференцированные и низко дифференцированные. Первый тип встречается порядка 90-90% и является наиболее благоприятным. Второй, низко дифференцированный, имеет менее благоприятный прогноз и встречается гораздо реже. Морфологическая классификация включает в себя четыре вида опухолей. Первый – это эпителиальные, наиболее часто встречающиеся, неэпителиальные, смешанные и прочие. Среди эпителиальных наиболее распространена эндометриоидная карцинома или аденокарцинома. Стадирование рака тела матки осуществляется по классификациям ТНМ и ФИГО. В дальнейшем я более подробно остановлюсь. Что может МРТ? Позволяет нам диагностировать заболевание, стадировать и выявлять дальнейшие рецидивы. Выявляясь высокоинформативным методом, позволяет хорошо оценивать глубину инвазии миометрия, переход опухоли на строму шейки, выход процесса за пределы серозной оболочки с поражением окружающей клетчатки и поражение региональных лимфатических узлов, узлов малого таза и забрюшинного пространства. Точность определения глубины инвазии с помощью МРТ достигает 97%. Что и как мы видим на МРТ? На Т1 взвешенных изображениях опухоль имеет изоинтенсивный сигнал миометрию. На Т2 гипер- или изоинтенсивный. На диффузионных изображениях опухоль является гиперинтенсивной. На ADC-картах имеет ярко пониженный сигнал. Являясь гиповаскулярной, естественно, накапливает в меньшей степени контрастный препарат, чем сохраненный миометрией. В нашей практике используются следующие протоколы исследования. В трех ортогональных плоскостях Т1-Т2 взвешено изображение. Диффузия, высокоразрешающие срезы на область интереса. И обязательно преконтрастные и постконтрастные протоколы Т1 с жироподавлением. При необходимости также постконтрастные высокоразрешающие срезы, то есть толщиной до 3 мм. Стодирование. Как мы это видим? Т1А. На данных изображениях мы видим опухолевую инвазию менее 50%. Опухоль локализована в области тела в верхнем секторе и распространение в миометрии менее 50%. То есть яркий повышенный сигнал опухоли и постконтрастные изображения нам это помогают выявить. Т1Б. Здесь имеет место большее распространение, глубина инвазии более 50%, но выхода за пределы тела матки и за пределы серьезной оборотки мы не видим. Т2. Опухоль распространяется в цервикальный канал, в шейку, в строму, но не более того. Т1Б. Т3А. Имеется глубокая инвазия, опухоль локализуется в области дна с распространением на трубные углы, появляются метастазы в региональных лимфатических узлах. Т2Б. Т3Б. Опухоль распространяется на строму шейки матки, также появляются метастазы в региональных узлах. Т3Б. Т4Б. Т4Б. Опухоль имеет большое распространение, выявляется выход за пределы серозной оболочки с поражением стенки мочевого пузыря, кишки с обширными метастазическими поражениями региональных лимфатических узлов. Т2Б. Какие могут быть трудности в диагностике рака эндометрия? Т3Б. Интерамуральные, субмукозные миомы затрудняют диагностику ввиду того, что полость матки может прослеживаться фрагментарно, и на ранних стадиях мы можем не видеть поражения. На фоне аденомиоза достаточно трудно дифференцировать глубину поражения миометрия. Полипы эндометрия также представляют достаточно сложную диагностику. Иные образования в полости матки, такие как на среднем изображении мы можем видеть метастаз рака желудка в тело матки. И на третьем слайде изображение саркомы в матке, которое тоже достаточно проблемно для диагностики. Передично множественное образование. Здесь поражение тела матки с большим распространением и внеорганные узлы при поражении почки. На среднем изображении мы видим плацентарный полип у девушки через месяц после родов, что тоже вызывает определенные трудности в диагностике. Также затруднена диагностика поражения эндометрия при гиперпластических процессах, обусловленных приемом томоксифена. Магнитно-резонансная томография позволяет хорошо визуализировать рецидивы рака тела матки. В зависимости от степени злокачественности, соответственно, прогностические факторы можно оценивать при нашем методе. Г1, Г2 и поверхностная инвазия в миометрии являются низким риском рецидивов. Соответственно, G3 с глубокой инвазией в миометрии имеет высокий риск. Чаще всего имеет место лимфогенное метастазирование. При более распространенных процессах гематогенная и имплантационная, когда уже большой процесс Т4. Наиболее частая локализация рецидивов – это либо культя, либо стенки влагалища. Также поражение забрюшинных и тазовых лимфатических узлов. Являясь высокоинформативным методом визуализации рака тела матки, наряду с ультразвуковой диагностикой и патоморфологическими исследованиями, является одним из компонентов мультимодального обследования и для врачей способствует выбору тактики оптимального дальнейшего лечения. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы у аудитории? Здравствуйте, врач-рентгенолог Новосибирска. Подскажите, пожалуйста, в каком временном интервале наблюдается наиболее эффективный паттерн контрастирования от момента введения? Являясь гиповаскулярной опухолью, мы не выполняем динамическое контрастирование в нашей практике. Поэтому... А почему вы не выполняете, почему динамическое? Можно же по-разному законтрастировать, нет? Например, по-разному. Ну, не обязательно красить динамически. То есть, если подразумевается динамическое контрастирование, это, возможно, кривая. Вы кривую делаете или нет? Мы не делаем в нашей практике динамическое контрастирование. То есть, вообще никакого контрастирования делаете? На малый таз, на женский. Мы не выполняем данный момент. Ясно. Ладно, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Станислав Александрович. Город Екатеринбург, я онкогинеколог. Скажите, пожалуйста, насколько сложна диагностика отличить рубцовую ткань от рецидива опухолевого? Для этого, как ни странно, мы в нашей практике хорошо используем диффузионные изображения. И внутреннее контрастирование, даже если оно не динамическое, оно показывает, какой характер этой ткани. Рубцовая ткань или это опухолевая ткань. В дальнейшем мы будем слушать лекцию по диффузионным изображениям. Я думаю, там более подробно об этом расскажут. Но это нам помогает диффузии и внутреннее контрастирование. Спасибо. Еще один вопрос. На прошлой неделе была ситуация. Была обнаружена на МРТ опухоль как в теле матки, так и в яичнике. И врач МРТ нам дал заключение, что это рак яичника с метастазом в тело матки. То есть даете ли вы такие заключения? Или вы описываете каждую опухоль отдельно и какое-то клиническое заключение не даете? Клиническое заключение мы не даем. Все-таки клиническое заключение диагносты не должны давать, на мой взгляд, по крайней мере. Чаще имеет место поражение тела матки с метастазами в яичник. Но почему не могут быть первичные множественные опухоли? Это надо рассматривать, наверное, совместно с врачами. То есть как вы в заключении это опишите? Опухолевое поражение тела матки и яичников. Я не знаю, это все надо индивидуально смотреть и понимать характер распространения опухоли тела матки и поражения яичников. Просто будет описано, каждая опухоль отдельно будет, да? Это может быть и каждая опухоль отдельно. Если нет большого распространения из тела матки, допустим, или это может быть как бы единым конгломератом описано. Все зависит от визуализации, от характера того, что мы видим. Спасибо. Еще есть вопросы? Станислав Александрович, у нас был такой клинический случай в институте онкологии. Была МРТ-диагностика во время беременности. Больной раком шейки матки во время беременности выполнялась МРТ-диагностика на вашем отделении. Можете ли вы поделиться какие-то особенности интерпретации МРТ-диагностики во время беременности? Есть ли какие-то особенности? Я, к сожалению, не помню такого случая. Может быть, это давно было? Два года назад в институте онкологии у нас больная раком шейки матки. Потому что в литературе описывались особенности движения плода. Они могут скрывать какие-то особенности по шейке матки, по стенке матки. Честно говоря, я затрудняюсь ответить. Я не видел этого исследования. Не могу вам... Ну, они, да, эксклюзивные. Да, это достаточно. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, вот у меня еще последний вопрос. Александр Александрович, вот если мы видим... Ну, так, самый простой вот такой, может, я что-то не поняла. Вот мы видим образование в полости матки, да, каких-то размеров. С какой степенью точности мы можем дифференцировать это полип или это рак? Полип является воскулиризированным образованием. Он будет накапливать. Будет накапливать. То есть, точность выявления рака достаточно высока, да, в данной ситуации будет? То есть, есть критерии, по которым... Просто вы сказали, что полипы очень затрудняют... Они являются воскулиризированными. Дифференцировали. Если это простые полипы, еще не озлокочистленные, они являются хорошо воскулиризированными образованием. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.